Муж препятствует воспитывать ребенка в вере, можно ли разводиться? Наверное, в семьях бывают достаточно часто такие несогласия, когда, скажем, жена приходит к Богу, а муж этого не понимает. Но не понимает зачастую, потому что недополучает от жены внимание, как часто бывает, особенно в первых порах, когда еще не закончен период неофистства, и все кажется таким либо черным, либо белым, без оттенков. И если что-то не согласно с законными предписаниями, то все кажется злым, то все кажется вредным и опасным и так далее. И некоторые женщины начинают поучать своих мужей, обличать их в неправде и так далее. И мужья по-разному реагируют на это. Некоторые уходят в свою жизнь и просто отделяются от семьи, обижаются, замыкаются в себе. Иные пытаются по-своему подчинить себе жену и ситуацию ладить по-своему, как он видит это. Думаю, что жена ударилась в религию и хочет, чтобы ребенок тоже в нее ударился. На самом деле никто никуда не ударялся, а просто еще жена неофит и не понимает, как себя вести в семье. И что делать со своей верой, которую она обрела, как ей кажется. И в силу таких недопониманий возникает ощущение у многих женщин, что муж будто бы препятствует. А на самом деле надо задать вопрос прежде всего себе. А что ты сделала, чтобы муж не смущался, не обижался? А что ты сделала, чтобы муж не почувствовал себя брошенным, ненужным или каким-то неполноценным? Так ли ты его любишь, что забываешь порой о себе и думаешь о том, что у него в душе, что у него на сердце? Или тебе важны только определенные правила, скажем, которые ты себе установила, церковные правила и так далее? То есть любовь все-таки предполагает взаимное смирение. Но если ты хочешь иметь христианскую любовь, то начни с себя. Не жди, когда муж смирится, а ты смирись сама. Так будет лучше и правильней. И тогда не будет казаться, что муж препятствует чему-либо. И если человек мягок, если жена любящая по-настоящему, то никаких препятствий не будет. Потому что любовь разбивает все препятствия. Если это любовь благодатная, христианская, а не самолюбивая, неповерхностная, не слишком эмоциональная, не любовь к себе. Поэтому ни в коем случае нельзя думать о разводе. Ломать не строить, легко разрушить, но трудно построить. И апостол Павел тоже об этом говорит. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женой верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим. Поэтому, отвечая на этот вопрос, надо поставить его немножко по-другому. А как сделать так, чтобы муж, который не пришел очень к вере, осветился твоей благодатной верою?